Добрый день, дорогие ребята! Я рада видеть вас на уроке русского языка. Начинается урок. Он пойдет ребятам впрок. Постарайтесь все понять. Учитесь тайны открывать. Проведем словарно-орфографическую работу. Отгадайте загадку. У меня есть верный друг. Хоть без глаз он и без рук. Он повешен на стене. Безотказно служит мне. Каждый месяц целый год. Дням, неделям счет ведет. И с восхода до заката мне показывает даты. Этот друг родился встарь и зовется календарь. Запишите слово. Выделите орфограммы. Рассмотрим лексическое значение слова календарь. Календарь – это способ счисления дней в году. Давным-давно в Древнем Риме был разработан солнечный календарь, который состоял из названий, связанных с римскими богами, императорами и просто числами. Современный календарь называется Григорианским, новый стиль. Он был введен Папой Римским Григорием XIII в 1582 году и заменил юлианский календарь, старый стиль, который применялся с 45-го года до нашей эры и прослужил людям 1637 лет. Представляете? В ряде мусульманских стран используются лунным календарем и летоисчисления григорианского и мусульманского календарей не совпадают. Найдите в энциклопедии или в интернете, какие еще календари мы можем встретить. Прочитайте предложение. Ребята купались, загорали. Ребята не купались, а загорали. Ребята купались, но не загорали. Ребята купались и загорали. Что общего между этими предложениями? Правильно, это предложения с однородными членами предложения. А что разного? Правильно, разные способы постановки запятых в предложениях. И разный смысл предложения. Тема нашего урока «Однородные члены предложения, связанные союзами И, А, НО». На уроке мы с вами углубим знания о связях между однородными членами предложения. Познакомимся с расстановкой знаков припинания между однородными членами, соединенными союзами И, А, НО. Вспоминаем то, что знаем. Какие члены предложения называются однородными? Однородными называются такие члены предложения, которые отвечают на один и тот же вопрос и являются одним и тем же членом предложения, относятся к одному и тому же члену предложения и произносятся с интонацией перечисления. Однородными могут быть как главные, так и второстепенные члены предложения. Как связаны между собой однородные члены предложения? Однородные члены предложения связаны между собой интонацией перечисления или при помощи союзов И, А, НО. Как отделяются друг от друга однородные члены на письме? Когда между однородными членами ставится запятая? Запятая между однородными членами предложения ставится? Когда они связаны между собой интонацией перечисления? За окнами поезда проносились лес, поля. Запятая разделяет однородные члены предложения. Запятая между однородными членами предложения не ставится, если они соединены одиночным союзом И. Например, за окнами поезда проносились лес и поля. Спешите предложение. Расставьте недостающие знаки препинания. Подчеркните однородные члены предложения. Проверьте себя. Листья летели, усыпали дорожки, ложились под ноги золотым ковром. Однородные сказуемые летели, усыпали, ложились, связаны между собой интонацией перечисления. Значит, между ними ставится запятая. Следующее предложение. Старый лес шумел ровно и неумолчно. Однородные обстоятельства ровно и неумолчно связаны между собой при помощи союза И. Значит, между ними запятая не ставится. Запомните, между однородными членами перед союзами А, НО, всегда ставится запятая во всех случаях. Например, месяц светит, но не греет. Ваня не шёл, а бежал босиком по горячей дороге. Соедините предложение и схему. Посмотрите, как схематично изображаются такие предложения с однородными членами. Спешите пословицы. Как вы понимаете их смысл? Ставьте пропущенные знаки препинания. Зимой земля отдыхает, а весной расцветает. Туча прошла, но дождя не принесла. Где вы поставите запятую? Перед какими союзами всегда ставится запятая? Правильно, перед союзами А, НО. Давайте выполним такое задание. Подберите союзы по смыслу. Обозначьте однородные члены предложения. Проверьте себя. Любит кошка рыбку, но в воду лезть не хочет. Надо-надо умываться по утрам и вечерам. Летучая мышь днём спит, а ночью летает. Мальчик был очень слабый, но смелый. Как не ошибиться в постановке с запятой в предложении с однородными членами? Составим алгоритм постановки с запятой. Первое. Убедитесь в том, что в предложении есть однородные члены. Второе. Смотрим, как соединены однородные члены с помощью союзов или без. Если без, то ставим запятые между однородными членами. Если есть союзы, то перед союзами а, но, запятая ставится всегда. Если союз и, то смотрим, одиночный он или повторяющийся. Если союз и повторяется, запятую ставим, начиная со второго союза и. Проверяю написанное. Найдите предложение, соответствующее схеме. Вставьте подходящие по смыслу союзы а, но, и. И расставьте, где нужно запятые. Этот путь будет длинным, трудным, интересным. Ветер загудел, затрещал, сорвал крышу с сарая. Дождь прошел, землю не напоил. На смелого собака лает, трусливо кусает. Запишите, проверьте себя. О чем следует помнить, когда вы встречаете в предложении, в котором два однородных члена связывает союз и? Когда два однородных члена связываются в предложении одиночным союзом и, запятая перед союзом и не ставится. Из каждой пары предложений составьте одно с однородными членами. Уберите повторяющиеся слова. Используйте подходящие по смыслу союзы. Проверьте себя. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, ребята! Вы хорошо поработали. Подведем итоги. Однородные члены предложения могут быть связаны между собой интонацией перечисления и союзами и, а, но. Если однородные члены связаны интонацией перечисления без союзов, то запятая между ними ставится. Если два однородных члена связываются в предложении одиночным союзом и, запятая между ними не ставится. Между однородными членами перед союзами а, но, всегда ставится запятая. Оцените уровень своей успешности. Закончите предложение. Я знаю. Я умею. Я испытывал затруднения. На этом наш урок закончен. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok